Сегодня у нас с вами дегустация и пробовать мы будем вино из винограда Нетуран, урожая прошлого, 2023 года. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь и винодел по призванию. С нами все это понятно и доступно. Сегодня у нас с вами очередная дегустация. Пробовать мы будем сухое вино из винограда Нетуран, урожая 2023 года. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь и винодел по призванию. С нами все это понятно и доступно. Как всегда, маленькое вступление. Первое, что же это за такой виноград Нетуран? Дело в том, что на территории Республики Беларусь, некоторое время, красный сорт винограда, синий сорт, ходил под названием Туран. Но дело в том, что у истинного Турана, Агрия, сок темно окрашен и он такой очень тоненький. Этот же сорт, у него сок практически не окрашен и по вкусу он такой очень мягкий. Созревает очень рано, но закрались сомнения, что это все-таки не Туран. По-моему, в прошлом году группа инициативных людей даже провела генетическую экспертизу, которая, конечно же, подтвердила, что никакой это не Туран. И оказалось, что в международной базе сортов этого самого сорта и нет. Один из каких-то там родителей есть пинануар, есть какие-то амурские крови, но установить достоверно кто это, к сожалению, не удалось. Есть предположение, что это может быть, по-моему, чешский сорт мадлен черно. Но, опять же, для того, чтобы утверждать, что наш нитуран и мадлен черно – это одно и то же, нужна генетическая экспертиза. А так выяснялось, вроде бы, какие-то там пути, скажем так, прихода этого винограда в нашу страну. Но, опять же, все это не точно. Свойства этого сорта – он очень рано созревает, рано набирает фенольную зрелость. В прошлом году мы его сняли с сахаром 18,5 и PH3,3. Да, сахар он набирает не очень сильно, но, впрочем, нам сахар не самое важное, не самое главное. Ну, а теперь мы откроем бутылку и попробуем с вами, что же там получилось. То есть, на мезге мы держали недолго, на мезге мы держали порядка пяти дней его. Как всегда, сразу обращаю внимание на цвет. Цвет очень темный, цвет очень насыщенный. Прям такой плотный, да? Практически не просвечивается. Я не хочу сейчас взбалтывать. Посмотрим первый нос. Ну, как всегда, попробуем показать в контровом освещении. Если это будет видно. Такой он достаточно яркий. Прям, я бы сказала, ближе к фиолетовому. Ну, что ж, пробуем. Здесь, к сожалению, была не самая лучшая пробка. Но я думаю, что с вином все-таки все должно быть хорошо. Идет помощница, тоже дегустатор. И тетя говорит, ну, ну, мама. Надо ребенком заниматься, а не пить вино. Ну, в первом носе какие-то черные ягоды. Достаточно закрытый аромат. Но, тем не менее, он есть. Ну, а теперь заболтаем. Я покажу поближе, чтобы мы увидим цвет. Смотрите, какая красота. Вот цвет очень такой насыщенный. Ну, во втором носе вообще такие яркие черные ягоды. Как мне еще кажется, немножко может быть копченая слива. Наверное, черника. Вот какие-то черные. Не черная смородина, а такие вот черника, голубика. Что-то из этой серии. Ну, а сейчас попробуем. Очень нежное вино. Оно настолько сбалансированное. Оно под мой вкус. Такое мягкое, нежное, ягодное. Очень приятно. И открою вам один небольшой секрет. Оно прекрасное по кислоте. То есть кислоты не слышно совсем. И в это вино кислоту мы добавляли в процессе. Да, представьте себе, что мы не избавлялись, а добавляли кислоту. Ну, объясню на самом деле почему. Вообще изначально вот нитуран как только отбродил, тоже его можно сразу пить. Он сразу такой довольно ягодный. И с теми параметрами, с которыми мы его сняли, вот по H3,3, все. Там кислоты совсем не чувствуется. Очень нежное вино получается. Но я даже буду вам показывать в этом сезоне ролик. Не совсем плотно прилегала крышка в бутыле, в которую он дображивал. И сверху пошла пленочка. И я решила пойти тем путем, что не пастеризовать в него, попробовать его чуть-чуть подкислить. Я вам расскажу вообще все нюансы, что я делала. То есть это будет отдельный ролик. Но чтобы избавиться от этой пленки, это была пленка неуксусная, она не пахла. Но чтобы от нее избавиться, я немножко кислоты добавила. Из расчета 1 грамм на литр. Кислота была винная. И вот ее здесь, даже несмотря на мое добавление, не чувствуется. Вино настолько сбалансированное и гармоничное, что прям вот его хочется пить и пить. И вино тонкое и нежное. Вот такое вино, оно не требует каких-то гастрономических сопровождений, чтобы как-то пытаться его смягчить. И да, вот тонинная вина, они требуют определенной еды, чтобы вино это было вкусным. Иначе просто так его пить это... Ну, для меня, например, я рассказываю про свой опыт. Вот вообще неприятно, да, мне не нравится вяжущий вкус во рту. Бывают там кислотные вина, которые тоже требуют определенного гастрономического сопровождения. Вот это то вино, которое вечером под кино, как раз-таки без ничего после ужина, приятно употребить, чтобы было вкусно. Прямо идеальный вариант. С другой стороны, несмотря на то, что оно вот такое мягкое и нежное, это не компот, опять же, легкие. Там тонины, плотность, она немножко чувствуется. Но изначально мы шли на то, что это должно быть легкое вино, которое вот под кино. Введем новый термин. Вино под кино. Так вот получился такой очень хороший вариант. И, конечно, для северных регионов, где, в принципе, проблемы с созреванием, где могут быть проблемы с кислотой, и когда хочется красного вина, то это очень хороший вариант. Да, у вас не получится вино плотное, как Каберне, но легкое, приятное, питкое красное вино, ну, в общем-то, это идеальный вариант, по моему вкусу. Ну, надеюсь, вам было интересно. На этом я с вами прощаюсь. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку, еще будет ссылка на каталог наших сортов и награды, и наши контакты. И до новых встреч!